Эстетика в разрезе с Ольгой Засиевым Соломея Сванадзе, кандидат медицинских наук, пластический хирург, постоянная участница Moscow Breast Meeting Соломея, добрый день, я очень рада, что нам удалось повидаться здесь, потому что я знаю, что вы живете в Санкт-Петербурге Ну нет, в Санкт-Петербурге я не живу, я очень люблю этот город и часто его посещаю, но сейчас я переехала обратно из Канады в Москву и нахожусь пока что здесь Понятно, а почему выбор пал на Москву? Вы видите ли, я здесь родилась, хотя я грузинка, но непосредственно перед моим рождением мои родители переехали в Москву и, собственно, я москвичка до Москва-Костей А как вы попали в Торонто? Вы знаете, в Торонто я попала случайно, потому что находилась я по большей части в Монреале, жила там полтора года, ну на два города Москва-Монреаль Дело в том, что мой супруг канадец и в какой-то момент мы решили поэкспериментировать, попробовать пожить в Канаде, за кого это? И пришли к выводу, что все-таки в России нам комфортнее, но тем не менее это был восхитительный опыт, в том числе и с профессиональной точки зрения Я долго и пристально наблюдала за концепцией работы моих коллег, общалась с ними и принимала многие моменты, это было очень интересно Вы новое поколение пластических хирургов, которые не отрицают малоинвазивную хирургию и не отрицают, скажем так, агрессивную косметологию, как я ее называю Которая связана с инъекциями, которая связана с аппаратной косметологией Вот мне интересно ваше мнение, как вы видите развитие пластической хирургии и именно молодых хирургов? Что для вас будет являться хайлайтером в ближайшие пять лет? Потому что это очень интересно, поколение, которое за несколько поколений до вас было абсолютное отрицание косметологии как партнерского направления Полностью согласна с вами, действительно очень интересную тему вы затронули Я думаю, что будущее за комбинацией этих методик, за совместную работу косметолога и пластического хирурга Потому что только вместе можно достичь тех результатов, которые были немыслимые еще пять-десять лет назад И основной тренд, мне кажется, сегодня это тяга к естественности Для того, чтобы нож скальпель хирурга был незаметен Чтобы при взгляде на человека, обратившегося к пластическому хирургу, было совершенно непонятно, что какое-либо вмешательство было выполнено Соответственно, это менее инвазивные методики и, безусловно, работа вместе с косметологами Это сегодняшние требования нового пациента? По крайней мере, моего пациента Дело в том, что еще очень сильную мы видим разницу по пациентам в зависимости от того, как себя позиционирует хирург То есть, что он несет в этот мир, что он себя представляет, что он хочет видеть И, конечно, я вижу довольно большую разницу между портретом пациента, который обращается, например, ко мне, к моему коллеге Это замечательно, это очень интересно Но в целом по своим пациентам я могу сказать, что даже когда они заходят в клинику Мои коллеги замечают, что, скорее всего, это к доктору Свананзе Из-за сходствия в видении меня с этим пациентом И, соответственно, моя философия – это максимальная естественность И для этого, безусловно, мини-инвазивные методики Небольшое увеличение, небольшие вмешательства Подчеркивание красоты, нежели чем нарисовать на человеке что-то, что ему не соответствует Вот это мои основные концепции И с этим требованием к вам приходят пациенты? Они приходят и говорят, что я хочу быть как вы Есть такие запросы? Это очень приятно, такое бывает Но, скорее, в более мягкой форме Мне, например, на недавней консультации В самом конце девушка уже выходила и сказала мне «Вот вы знаете, доктор, все-таки я должна вам сказать, что один из самых важных моментов, почему я вас выбрала Это по тому, как вы выглядите Для меня это безумно важно Трудно сказать, что конкретно она имела в виду Но действительно меня заставило это задуматься в очередной раз, насколько каждая мелочь имеет значение» Ну, на самом деле, я думаю, что я абсолютно бы тоже согласилась с этой пациенткой Потому что когда я прихожу к доктору, который будет давать мне советы Будет не только советы, а условно, если это будет какое-либо вмешательство Пусть даже не только хирургическое, а косметологическое Конечно, я хочу видеть доктора ухоженного И если я прихожу к доктору, который за собой не следит И который не соответствует в моем представлении тому эталону, за который я хочу заплатить деньги Наверное, мне сложно будет принять этого доктора, как человека, который мне может помочь восстановить мое психоэмоциональное состояние и внешность Мы же за этим приходим и не говорим о какой-то ургентной хирургии Хирургии, конечно Мы говорим, так сказать, об обоюдном желании выглядеть красиво А у вас больше хирургических пациентов или все-таки больше тех пациентов, которые хотят малоинвазивное вмешательство? Я сама занимаюсь исключительно хирургией Только этим у меня есть коллеги, которые параллельно со мной ведут процесс Либо занимаются реабилитацией пациента, либо выполняют дополнительные вмешательства Иногда даже интероперационно, то есть во время операции Например, в тех же абдоменопластиках, если тургор кожи того требует, мы можем одномоментно выполнить рефлифтинг Сразу за один наркоз, это очень удобно И многие другие моменты, то есть такого совместного, совместной работы смежных специальностей Эстетика в разрезе Ваша любимая операция какая? Безусловно, это контурирование тела Это мама пластика, наверное, это моя фишка Я люблю создавать максимально естественно выглядящую грудь И то же самое я люблю делать с телом То есть максимально красивые рельефы, которые не выдают вмешательство хирурга Самый тогда распространенный объем или, скажем так, самый любимый объем, который вы делаете? Объем груди? Объем груди Не полный третий Два Два с половиной, немного больше То есть у меня очень много пациентов, которые хотят второй размер Или они хотят восстановить то, что было до беременности То есть вот такие запросы в основном То есть больших шаров 300, 400, 500? За этим ко мне не приходят То есть я отказываю Вы знаете, я не люблю Я верю в то, что нужно получать удовольствие от того, что ты делаешь Удовлетворение Отношение своего тела, да? Конечно То есть я всегда стараюсь делать человека максимально пропорциональным То есть чтобы на нем все заиграло Чтобы подчеркнуть его красоту, которая есть у каждой девушки И, соответственно, только Мне важно на консультации понять, с кем я имею дело Зачем этот человек пришел ко мне на консультацию Что он хочет получить? Что будет, если у этого человека будет пятый размер груди? Соответственно, только разобравшись с человеком Что он из себя представляет Что он хочет своей внешностью, своим образом сказать И для чего Только после этого я подхожу к выбору импланты У нас нет даже, на самом деле, золотого стандарта Какого-то по размеру Сегодня пациенты скорее говорят Мне, доктор, сделайте вот Как вы умеете Пропорционально Чтобы я выглядела стройно и красиво А вам близка теория Мартин Дельера? Который тоже в зависимости от параметров пациентки Подбирает Безусловно Да, мне это очень близко У меня немножко Чуть-чуть другой подход Просто исходя из моего опыта Но я с большим уважением отношусь к этому подходу А какой доступ вы предпочитаете? Я очень люблю Чаще всего я использую доступ по ореоле Потому что уже давно известно Что через него нет большего количества осложнений Или каких-то неприятных последствий Тем не менее, с эстетической точки зрения Он наиболее благоприятный Тем не менее, один из самых главных принципов для меня в работе Это образование моего пациента То есть, когда он ко мне приходит Я ему честно, реалистично рассказываю Все кратце, наиболее доступно О плюсах и минусах той или иной методики Даже доступов И если, несмотря на мой рассказ Пациент для себя принимает другое решение Если я с ним согласна Конечно же, в таком случае я могу пойти навстречу Почему я не очень люблю доступ подгрудный? Потому что все-таки нужно думать о будущем И нужно понимать, что может случиться такая ситуация Когда имплант придется удалить И тогда получается, что если у девушки изначально не было железы Со своей подгрудной складкой выраженной Которая закрывает этот наш потенциальный разрез У нас получается, что если девушка его извлечет И у нас не будет возможности поменять имплант То есть девушка останется с двумя видимыми разрезами на грудной клетке И мне это не устраивает Я об этом рассказываю пациентам И они соглашаются? Да, чаще всего соглашаются Ну, в принципе, я хочу сказать, европейцы Те, которые читают сейчас лекции на МБМ Они почему-то категорически против доступа через Ореол Они считают, что это инфицирование импланта идет максимальное Да, еще, так сказать, трансаксилиадам тоже доступ такой сложный Но, в принципе, я считаю, что методика работает в руках специалиста Безусловно И если, так сказать, специалист гарантирует, что у него будет суперрезультат именно при этой методике Я считаю, что методика имеет право абсолютно на существование Полностью согласна Нет правильного Мне очень нравятся специалисты, которые, когда они читают лекции и свой доклад Когда они говорят Это мое мнение, это мое видение Я рад этим поделиться, рассказать подробно Но оно и не является единственным верным Если кто-то говорит, что его мнение единственное верное Наверное, не стоит тратить слишком много времени, прослушивая этот доклад Ну, я думаю, что таких сейчас у нас немного Мы таких стараемся не приглашать Конечно, таких практически нет, да, безусловно И спасибо вам за такую организацию Действительно, все спикеры Замечательно и очень интересные Какой вам понравился доклад больше всего? Ну, или, в принципе, какой бы вы доклад выделили? Я ходила на ваше мероприятие, наверное, еще будучи ординатором И очень здорово Так интересно следить за своим собственным развитием Как ты воспринимаешь информацию, которую подают Действительно, с каждым годом для меня, для моих глаз Меньше какой-то революционно нового Но при этом все равно огромное удовольствие получаешь Слушая таких светил, как Перхеден и Хамон Я могу слушать о чем угодно Вне зависимости от того, что они рассказывают Часами Это вот самые мои любимые специалисты А хотелось бы вам быть таким же специалистом И также выступать на международных конференциях И делиться своим опытом Очень хотелось бы, конечно То есть вы идете к этому? Да, максимально Это отлично, потому что я наблюдаю рост тех же специалистов Точно так же, как и вы Потому что я с ними работаю достаточно давно И я наблюдаю, как они меняют свои presentation skills И это очень интересно, особенно Хамон Хамон за те 12 лет, которые я его знаю Он вырос, он просто стал каким-то таким Я даже не знаю, актером на сцене Который рассказывает о научных, интересных темах Совершенно таким свободным Я бы даже сказала, литературным, медицинским языком Очень, я так сказать Вот мне такая подача материала тоже очень нравится Очень живая и очень откровенная Да, именно откровенная, с вами был согласен Но очень дружелюбная То есть никакой заносчивости Все максимально честно и открыто Это здорово Сколько нужно специалисту, скажем, молодому Какой должен быть у него опыт Для того, чтобы он себя почувствовал комфортно В операционной И сказал, ну, я знаю ответы на большинство вопросов Сначала кажется, что это год Через 10 Ой-ой-ой, я ничего не знаю На самом деле, как это, наверное, во всем бывает Чем больше ты знаешь, чем больше ты понимаешь Что как мало же мы знаем о человеческом теле Вообще обо всем И это здорово Я думаю, что, наверное, назвать цифру среднюю 10 лет Это вот тот срок, когда ты чувствуешь себя очень уверенно По крайней мере, ты знаешь, что делать в каждой ситуации Ты уже все видел А у вас какой опыт уже? 9 лет Еще годик Еще годик Эстетика в разрезе Какая разница между подходами в России И между подходами к пластической хирургии в Канаде? Наверное, Канаду я бы объединила с Северной Америкой в целом Мне достаточно близок этот подход Первый момент, который я могу выделить Это работа с пациентом до Они этому уделяют огромное количество времени и внимания И у них даже есть некий унифицированный подход Как это нужно делать, как к этому подходить То есть их политика, как мы уже говорили, образование пациента То есть они ему честно, реалистично, очень подробно все рассказывают Как и что может быть Включая максимально все возможные осложнения Второй момент, что для них главное, это обезопасить себя Как мы знаем, у них немножко отличается правовая система в сфере медицины Сильно отличается Да Мы к этому, мне кажется, идем Идем, идем семимильными шагами То есть разница огромная за эти пять лет, что я наблюдаю за развитием пластической хирургии в России Поэтому они еще и обязаны преподносить определенным образом информацию Определенным образом строить консультацию И мне этот подход был очень интересен Я его во многом переняла Потому что он частично снимает ответственность хирурга То есть я часто слышу, когда ко мне приходят пациенты И они говорят Вы знаете, вот спасибо вам большое за эту консультацию У меня на консультацию в среднем уходит до часа На меня администраторы очень за это ругаются Но по-другому никак Почему? Потому что тот же пациент, который говорит Знаете, я была у других хирургов И вот это заняло пять минут Я ничего не поняла Мне сказали, что вам нужно вот это, вот это, вот это И не объяснили, почему И опять же, это подход другого хирурга Это работает в его случае замечательно Но мне кажется, что это рискованно в первую очередь для нас, хирургов Потому что тогда мы несем абсолютно полную ответственность за наш выбор А что если пациенту не понравилось, то как мы это видим Поэтому я стараюсь понять, что пациент хочет Какие у него ожидания Потом я ему выдаю реалистичные ожидания, что с ним можно сделать Потом мы делаем либо 3D-моделирование Либо в последнее время я все-таки предпочитаю сайзеры Потому что человек, как женщина Я знаю, как мне легче себя представить И мне бы хотелось увидеть на себе Посмотреть, потрогать, походить, надеть свою одежду То же самое мы делаем с пациентами Они этот процесс очень любят К нему подключаются супруги Или significant others И вот таким образом Схожим с моими североамериканскими коллегами Строится консультация А вот с точки зрения операционного процесса Я бы могла выделить тот факт, что он у них более унифицирован То есть стандартизирован Они все следуют определенному протоколу И это приводит к таким стабильным, хорошим результатам К более простому менеджменту Каких-либо осложнений, кейсов и так далее У нас подход несколько более творческий Да, это и плюс и минус То есть у нас могут быть более восхитительные результаты Но, наверное, это может привести к чуть большему количеству осложнений Эстетика в разрезе А у меня такой следующий вопрос Немножко, может быть, личный Вот такая изящность, хрупкость и хирургия Вот я из советского поколения У нас всегда хирургия ассоциировалась с мужчинами Потому что они более выносливые Более сдержанные И они могут работать ночами А вот такая вот хрупкость и изящность Это что-то другое Это даже не терапия Это скорее такая, может быть, эндокринология Такая высокая Почему хирургия? Я прекрасно понимаю ваш вопрос На самом деле И даже некоторые пациенты мне его задают Наверное, я частично пришла в эту специальность Разбивать наши стереотипы Мне кажется, что это все-таки навязанный стереотип И, наверное, я пришла в эту профессию Ломать стереотипы и доказывать Мне это очень нравится Да, мне тоже очень нравится Наверное, мне пришло доказывать Что все мы можем быть тем, кем мы себя видим При этом я ни в коем случае Ко мне часто обращаются ординаторы юные Или даже студентки, которые говорят Что вот вы знаете, меня все в семье отговаривают Все говорят, ой, хирургия, это же так сложно Зачем тебе хирургия? Живи и радуйся Выходи замуж Все должно быть прекрасно И я с этим абсолютно не согласна Но при этом я не согласна надевать розовые очки Нужно четко понимать, насколько это возможно На что ты подписываешься И это очень непросто Мне до сих пор я не нашла какой-то идеальной формулы Совмещения всего того, что я имею Мы балансируем Мы партнеры в семье Стараемся максимально все успеть Но это очень сложно И процесс становления пластического хирурга Он связан с трудностями С какими-то преградами Моральным иногда даже дискомфортом Но это того стоит, если каждый день Ты просыпаешься с чувством радости Что идешь на свою любимую работу Это стоит абсолютно всего Всех бессонных ночей Я интервьюировала Дениса Хамонда И он мне сказал, что Ольга, ты понимаешь Хирург, для того, чтобы стать хирургом Большим хирургом Для того, чтобы начать получать удовольствие Ты должен пожертвовать определенное количество времени Для своего становления Я вчера беседовала с одним из хирургов Я тоже видела его становление Как реконструктивного хирурга Который стал заниматься реконструкцией молочной железы Он как-то сказал, что нет Вот ему удается соблюдать баланс И он не считает, что нужно что-то Каким-то образом загонять себя в жесткие рамки Я лично сторонник хамондовского подхода Потому что действительно Ты живешь в определенных лишениях Потому что ты понимаешь Что каждый твой шаг в операционной В терапевтическом подходе к пациенту От этого зависит жизнь Или, скажем, качество жизни Потому что неправильно Я как терапевт Да, неправильно подобранное лечение Неправильно подобранной дозировки То качество жизни, которое я обеспечиваю пациенту Не соответствует его ожиданиям От меня, как от врача Поэтому, конечно, тут действительно Без жертвенности никак не обойтись А у меня тогда вопрос такой к вам А как муж к этому относится? Потому что была тоже девушка Которая сказала, что сочетание С счастливой семейной жизнью И хирургией, и возглавлять отделение Это almost impossible Everything is possible Поэтому у меня к вам вопрос Как вам удается соблюдать баланс? Что сказать? В чем секрет? Секрет, наверное, в правильно выбранном партнере Который... Это точно Да Это, наверное, самое главное Потому что без поддержки здесь абсолютно никак Вы, наверное, прекрасно поймете Когда дома ждут дети, супруг, семья И тут ты оперируешь до трех часов ночи То без взаимопонимания полного И, наверное, любви И, в первую очередь, уважения к тебе Как к личности Совершенно никак не получится ничего Поэтому мой супруг Очень гордится тем, чего мне удалось достичь Он постоянно на моей стороне Он готов заниматься бейбисейтингом в любой момент Когда у него есть такая возможность И мы всячески Got our bags, как говорят в Северной Америке Прикрываем друг друга И именно благодаря этому союзу У меня и получается все совмещать То есть достигать того мифического баланса Который, по сути, невозможен Но приблизиться к нему более чем можно Тоже личный вопрос Муж уже изначально был с такой правильной философией? Или нужно было его воспитание? Мне кажется, воспитать человека невозможно Он у меня, именно в моей ситуации Он изначально был такой И очень-очень много гордился изначально И помогал достигать всего Как вы успели И я даже не знаю, может, тоже не совсем правильная формулировка Родить ребенка То есть как бы отучиться в ординатории Родить ребенка Быть в такой прекрасной форме Опять выйти в операционную И все это вот я за вами подглядываю в Инстаграме И всегда ставлю лайки Почему я называю это подглядывать? Потому что я как молодой инстаблогер И совершенно не могу понять аудиторию Для меня вот живое общение Это я понимаю А когда я ставлю лайки Ну там какие-то еще пишу комментарии То это называется подглядываю Потому что, ну как я живу В каком смысле? В каком смысле? В каком смысле? Поэтому вот я подглядываю И мне страшно нравится И знаете, вот я прекрасно понимаю Какой за этим стоит труд Колоссальный, да? Ну это все выглядит так красиво Как прямо вот на белом катере Без волн Вот как вам это удается? Наверное, самый главный секрет Я страшно кайфую от всего, что я делаю Даже от безделья? Иногда даже от безделья, наверное, нет Это вот единственное, что я не могу себе позволить Потому что сразу начинает все рушиться В том числе и в моей голове Поэтому безделье это безусловно не мое А все остальное Я вообще такой человек Мне нельзя стоять на месте Должна постоянно двигаться Постоянно должно что-то происходить Поэтому, хотя я иногда и ворчу, и жалуюсь Когда прихожу Много всего происходит Что же такое Но, по сути, я счастлива И это дает мне заряд энергии Желание развиваться и идти дальше Такой вопрос давайте шуточный Для наших читательниц И тех, кто будет нас смотреть Опять-таки из моих подглядок Я хочу сказать, что предмет вожделения Это ваша гардеробная комната Которую вы показывали Показывали на ковиде Мне очень нравилось Что вы говорили Ой, вот сейчас вот сын спит Сейчас я вам это покажу Потом побегу, покормлю Потом еще опять покажу Вот вопрос Вопрос дресс-кода Вот как вы считаете Какой-то должен быть определенный дресс-код У врача Который встречается с пациентами Это должен быть гражданский, скажем, дресс-код Или это должен быть белый халат Вот как вы это себе представляете И вообще, сколько должно быть луков В гардеробе счастливой молодой мамы? Очень интересный вопрос Спасибо большое В первую очередь гардероб это вы Поэтому он должен соответствовать тому Что вы хотите нести в этот мир Это самое главное правило И особенно став мамой Я заметила, было очень интересно наблюдать за тем Как поменялся мой гардероб Потому что это мое отображение Поэтому гардероб должен быть честным Он должен нести в себе то, кем вы являетесь Потому что месседж То сообщение, которое несет ваша одежда Должны наиболее точно, емко показывать В том числе и вашему пациенту О чем вы И что он получит, когда он к вам придет Поэтому, исходя из этой философии И я ей подбираю свой образ Но вы консультируете в медицинском образе Или вы консультируете в том луке Который у вас сегодня с утра возник В вашем представлении Конечно, я адаптирую это все К нуждам моей работы И если я знаю, что это только первичные пациенты Я могу позволить себе прийти так, как мне хочется Естественно, это такой деловой все-таки формат Но если я знаю, что мне предстоят осмотры, перевязки Конечно, тогда медицинская одежда И даже здесь я все равно иду своим путем У нас коллаборация с брендом Который именует себя брендом высокой медицинской моды И как только я начала с ними сотрудничать Я больше ничего не могу носить Потому что это тоже невероятно красивая одежда Которую обыватели часто принимают Как за обычную одежду Я помню, когда мы работали И это был ужас Потому что белые халаты, которые были пошиты Я не помню, это большевичка была Это был какой-то... Да, это был, как это называлось Это чехол для танка Что-то типа вот этого Это было ужасно Я помню, что мы покупали халаты Прозрачные, нейлоновые были халаты Мы их покупали в Таллине И это было все на вес золота Нужно было обязательно следить Чтобы, значит, не дай бог, там его ты никак не порвал Ни чем-то там не облил Поэтому я считаю, что да Сегодня это удовольствие Когда можно надеть красивую медицинскую форму И получать от этого эстетическое наслаждение И чтобы тебе было удобно Потому что врачу должно быть удобно Это безусловно Конечно, безусловно Как человек, который проработал много лет аллергологом И практически нам было запрещено пользоваться парфюмом Какой ваш любимый запах И как вы считаете должен пахнуть Дорогой, успешный пластический хирург? Опять же, наверное, то же самое То, что максимально выражает его видение, его вкус Но при этом, конечно, это должно быть что-то очень деликатное Чтобы действительно пациенты к нам приходят разные А вдруг аллергия, а вдруг, да На самом деле запах это настолько индивидуальный момент Настолько даже интимный Что я предпочитаю не вторгаться в чужое личное пространство Каким-то резко пахнущим ароматом То есть мы не выстраиваем отношения с пациентом Скажем так, дружеские, переходящие границу То есть все-таки нейтралитет Нейтралитет, но опять же, северно-американская закалка Все-таки немножко я стараюсь расслабить пациента Мне хочется, чтобы он приятно провел время То есть не только пришел на медицинскую консультацию Получил противопоказания, показания А все-таки немножко повеселился Чтобы ему было легче принять решение, да? Конечно, и даже если это решение будет негативное Нет, у меня все так хорошо И замечательно, тоже не просто так встретились Но мне хочется, чтобы впечатления вне зависимости от принятого решения От нашей встречи остались приятными Что вы пожелаете молодежи? Опять же, не сдаваться Потому что я знаю, что на этом пути иногда бывают моменты Когда ты задаешь себе вопрос А на правильном ли я пути? Я желаю сил, мудрости, терпения Дойти до конца, верить в свои силы И получать удовольствие от того, что ты делаешь Это самое важное Спасибо большое за интервью И я надеюсь, мы пообщаемся еще обязательно на женские темы Обязательно, с большим удовольствием Спасибо Спасибо вам Эстетика в разрезе С Ольгой Засиевым С Ольгой Засиевым С Ольгой Засиевым С Ольгой Засиевым С Ольгой Засиевым